МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная проблема жителей города-спутника – доехать до Чебоксар в час пик. Золотые голоса. Столицу Чувашии готовятся к 28-му международному оперному фестивалю. Из-за парты в политику. В Чебоксарах открылась школа парламентаризма. Сегодня первые 25 участников проекта приступили к занятиям. Несколько следующих месяцев эти молодые люди будут не только студентами своих учебных заведений, но и учениками школы парламентаризма. На вопрос, зачем им это нужно, все отвечают по-разному. Общее у них одно – интерес к тому, что происходит в России. Мне всегда была интересна политическая жизнь нашей страны. И не только узнать о каких-то происходящих событиях со стороны, от знакомых, из новостей, но и непосредственно, как это все происходит изнутри, почему это происходит и на что это влияет. Опыт некоторых участников проекта уже сейчас не уступает действующим депутатам. Даниил Ведяшев стал вторым на конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Последнее, что я предлагал, я предлагал новую пенсионную реформу, новую пенсионную систему, новое пенсионное накопление и еще ряд модернизаций. Учебники по политологии и другую теорию можно читать и в интернете. «Это школа – возможность попрактиковаться», отметила депутат Госдумы Алена Аршинова. И наставники всегда готовы помочь. «Можем обмениваться сообщениями в социальных сетях, поэтому можете меня найти. Я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы». «Не надо бояться спросить то, что вам кажется глупым. Спросите сейчас». «Здесь все свои пришли специально для этого, чтобы у вас этих вопросов потом не оставалось, когда вы будете в других местах представлять нашу родину, нашу Чувашу, наши Чебоксары». Посмотреть на политическую жизнь изнутри молодые люди смогут уже на следующей неделе. Они приглашены на сессию Государственного Совета Республики. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. У Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» появился новый руководителем. Стал депутат Государственного Совета, директор по развитию Чебоксарского хлебозавода номер 2 Юрий Кислов. Его кандидатуру утвердили на партийной конференции. Уехать из Новочебоксарска в Чебоксары в час пик. Как захватывающий квест или экстремальное путешествие? Татьяна Трофимова спросила у самих жителей города химиков и энергетиков. 7 часов утра. Остановка Дубрава. Немноголюдно. Желающих уехать в Чебоксары одновременно набирается человек 5-8. Постепенно они сменяются. Только одна маршрутка, 332-я, проехала не останавливаясь. Но местные жители сказали, что нам просто повезло. Час пик каждый день приходится на разное время. Да и вообще, в пятницу меньше народу. А в другие дни уехать сложнее. Человек 15-20, 101-й езд даже просказывает бывает. Вот начало недели, на этой неделе было пару раз. Как бы накоренившись, тяжело идет мы. 232-й, но у них мало автобусов. Ну да, надо бы, конечно, вот в час и пик, мы не понимаем, в час и пик надо добавить автобусы. 7.25. На остановке Дом правосудия голосующих больше. И недовольных транспортными перевозками тоже. Ну, где-то с полседьмого начинается. Вот с полседьмого до восьми практически нереально. На маршрутке редко уезжаю. В будни вообще никак? В будни нет. Но я на маршрутке где-то раз, наверное, один уезжаю максимум. За неделю? Да, за неделю, да. Останавливаются попутные машины, на них добираясь. Очень часто. Они просят, сколько ни жалко. Вот, вчера я 100 рублей отдал. Очень часто за такую же цену, как на маршрутке. На остановку «Турист» мы пришли к 7.45. Толпы людей не было. Но те, кто стоял, как раз из тех, кто ежедневно не может уехать в Чебоксары. Мы ездим на попутках, стоим, голосуем. Потому что не 331 вообще не останавливаются. Проезжают просто мимо. Я уже, наверное, месяца два не могу сесть в эту маршрутку и уехать спокойно в этот период времени. Почему не останавливаются? Потому что машин мало. Одной из причин нехватки транспортных средств в последнее время стало то, что перевозчики сорвали часть рейсов, опасаясь административного наказания за отсутствие тахографа, например. Он представляет из себя контрольное устройство для регистрации скорости движения и соблюдения режима труда и отдыха водителя. Также маршрутки не останавливаются из-за проверок на дорогах. Их штрафуют за большее, чем положено количество людей в салоне. Да и небезопасно это, когда битком набиваются в транспорт. 14 перевозчиков, около 250 маршруток и автобусов. На сегодня транспортов сообщения Чебоксара-Новочебоксарск недостаточно. Это ясно всем. Пока пассажиры добираются, как получится. По принципу «повезет, не повезет». В Минтрансе ведут переговоры с перевозчиками о замене маршруток на более вместительный транспорт. Да, в сообщении Чебоксара-Новочебоксара сейчас ситуация сложная. Мы практически ежедневно данную ситуацию отслеживаем, мониторим. Поступает ряд предложений. На данный момент на маршруте 101 перевозчик обновил подвижной состав. Сейчас новая техника там катается. И в ближайшее время, думаем, на еще двух маршрутах будет произведена замена подвижного состава с малого на средний класс. Что я считаю, что улучшит ситуацию в целом. Какие это маршруты? Это 262 и 331. Кроме того, в региональном министерстве заверили, что ограничений по остановкам для междугородних маршруток в Чебоксарах быть просто не может. Для граждан Новочебоксарской Чебоксары этой проблемы не будет. То есть автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Остается только надеяться, что ситуацию, которая была проблемной на протяжении нескольких десятилетий, удастся улучшить. Татьяна Трофимова, Бахтияр Белиев, Республика. Программа «Земский доктор» в России действует с 2012 года. И за это время только в Чувашии ряды сельских врачей пополнили более 400 выпускников медицинских факультетов. По условиям программы, молодой специалист, приезжающий работать в деревню, получает подъемные 1 миллион рублей для строительства жилья, либо приобретения готового. На испеченный доктор должен отработать минимум 5 лет. Что происходит потом? Много ли желающих принять участие в программе? И какими соображениями руководствуются выпускники-медики? Расскажем на примере Красночитайской районной больницы, где побывала наша съемочная группа. В Красночитайской районной больнице работают 37 врачей. И больше половины – новые кадры, приехавшие в течение последних 7 лет. Главный врач гордится своим молодым коллективом и доволен тем, как работает программа «Земский доктор». К нам приехали на сегодняшний день за 7 лет 26 врачей. Некоторые по обстоятельствам семейным, с отработкой, 6 врачей уехало. На сегодняшний день 19 врачей работают. Сейчас ожидаем еще одного врача, врача-анестезиолога. Но многие из тех, которые отработали 5-летний срок, остаются. Остался у нас врач-терапевт, врач-анестезиолог остался. Врач функциональной диагностики в Красночитайской больнице тоже есть. Своей подъемной Татьяна Кчеткова использовала как первоначальный взнос за квартиру в Чебоксарах. Но переезжать в столицу не спешит. В Красночитайскую больницу я приехала с 2013 года после окончания интернатуры. Сразу же мы заключили договор на 5 лет по земскому доктору. На данный момент договор у меня уже закончился, но я планирую и остаюсь в этой же больнице работать, потому что мне здесь очень нравятся условия работы, коллектив работы. В свободное время, точнее после работы, мы всегда занимаемся спортом, ходим в ФСК, на волейболы, бассейн, в тренажерный зал. Татьяна и ее сестра из медицинской семьи. Их мама тоже врач Красночитайской больницы. Возможно, со временем здесь появятся новые династии. Их вполне могут основать сегодняшние молодые специалисты. Ведь, как совершенно справедливо заметил хирург Павел Никитин, здесь работаю, потому что работа хирурга ничем не отличается, что от города, что от села. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Валерий Рязяков, Республика. Медицинские работники Чуваши продолжают агитационную кампанию за здоровый образ жизни под девизом «Делай, как я». Сотрудники сразу четырех клиник вышли на утреннюю зарядку на набережную. Чтобы оставаться здоровым, в первую очередь, необходимо занятие спортом. Это знает каждый человек. Следует помнить, что здесь важна регулярность и постепенность. Начинать желательно с небольших прогулок на свежем воздухе. Ходьба – самый простой и доступный каждому способ сохранить здоровье. Она помогает избежать лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать обмен веществ. Неплохо справляется с бессонницей, депрессией и стрессом. В этот раз вступить в ряды сторонников здорового образа жизни пригласили сотрудники Новочебоксарского медицинского центра и Республиканской офтальмологической больницы Канажского межтерриториального медицинского центра. Сегодня по всей стране прошла апробация итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. В Чувашии в тестировании приняли участие ученики Чебоксарского лицея номер 2. Что за форма проверки знаний и как будет работать, узнали мои коллеги. Я даю вам сейчас вариант. Вы называете фамилию, имя, отчество и номер варианта. С этого учебного года итоговое собеседование является для девятиклассников допуском государственной итоговой аттестации ГИА. Проводится оно для определения навыков устной речи, включая четыре задания. Чтение текста вслух, пересказ, монолог по выбранной теме и диалог с экзаменатором-собеседником. Текст был не очень сложный, но сложнее было запомнить термины, например, крекинг, расщепление нефти на бензин и керосин. Проводят собеседование два человека. Любой учитель, обладающий коммуникативными навыками, и эксперт, который оценивает ответы ученика по специально разработанным критериям. Уже в феврале собеседование станет обязательной для всех девятиклассников процедурой. У нас в этом году восемь девятых классов, 222 человека, обучающихся. Самый большой, наверное, выпуск из основной школы будет. Это устный экзамен, который является допуском к основным экзаменам. Оценки ставиться не будут, будет ставиться только зачет, не зачет. На ведение устного собеседования Минобразования России пошло не случайно. По мнению специалистов, развитие интернет-коммуникации и распространенность гаджетов привели к тому, что дети практически не пользуются устной речью и не в состоянии озвучить свои мысли. Именно поэтому во время собеседования на подготовку к каждому заданию отводится не более минуты. Для того, чтобы получить зачет, нужно набрать 10 баллов из 19. Все ребята, которые попробовали свои силы, успешно справились. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. 11 ноября, в воскресенье, Русское географическое общество приглашает принять участие в географическом диктанте. Масштабная просветительская акция проходит уже в четвертый раз. Причем Россия не единственная страна-участница проекта. Уже известно, что проверить свои знания можно будет в Аргентине, Таиланде, Норвегии, Дании, Франции, Италии, Турции и в других странах и бывших союзных республиках. Главной площадкой географического диктанта в Чувашии, как и в прошлые годы, станет историко-географический факультет ЧГУ. Начало в 12.00. С 21 ноября по 2 декабря в Театре оперы и балета пройдет международный оперный фестиваль. Уже 28 по счету. Что ждет ценителей классики на этот раз, расскажет Юлия Важенина. Откроется фестиваль премьерной оперы «Мадам Баттерфляй» у произведения Пучини «Необычная судьба». Спектакль с треском провалился на своей премьере. Публика была недовольна знакомыми мотивами оперы «Богема». Но позже немного измененная партитура имела ошеломительный успех у слушателей. И уже более ста лет «Мадам Баттерфляй» не сходит с мировых подмостков. У нас же постановка называется «Чио-Чио-Сан», потому что исполняется на русском языке. Мы немножко мистицируем синическое пространство, пытаясь рассказать, прокомментировать зрителю внутренний мир Чио. В партитуре звучащие демоны – это «Чио-Чио-Сан». Они у нас будут существовать в видеоряде и в пластическом рисунке. Классная вещь, когда сделать через темпо-ритм, провести тягучее движение, взрыв, как будто некое сумасшествие. То есть отражение внутреннего мира самой Чио-Сан. И вот здесь преломление восточного стиля, ката и балета – вот это вот очень здорово. Продолжит фестиваль ведущие басы России. В программе концерта не только самые известные шедевры классической музыки, но и любимые народные песни нашего земляка, знаменитого баса, народного артиста СССР Максима Михайлова. В этом году фестиваль посвящен 125-летию со дня его рождения. Решили эту дату отметить проектом концерт басов, басы 21 века. Это проект Дмитрия Сибирцева, который год назад радовал нас тенорами 21 века. Это один из известнейших проектов, который востребован не только в России, но и во всем мире. Это будут лучшие исполнители, лучшие басы из ведущих российских театров. Можно ли написать бессмертную оперу примерно за 10 дней? Гаэтана Деницетти доказал – можно. Сегодня Дон Пускуали входит в двадцатку самых популярных итальянских опер. Ежегодно исполняется в 150 театрах мира. В нашем театре ее можно будет увидеть 25 ноября. 28 ноября на сцене нашего театра гости из Италии. Легендарная опера «Отелло» – высшее достижение Джузеппо Верди. Шекспировская история о мести и ревности покоряла зрителей на протяжении столетий. И наш оперный фестиваль вряд ли станет исключением. Билеты на эту постановку почти распроданы. 30 ноября фестиваль продолжит постановка «Сивильский цирюльник». Оперный шедевр России не обошел все сцены мира. Арию Фигара знают даже дети. А фраза «Фигара тут, Фигара там» и вовсе стала крылатой. На нашем фестивале «Сивильский цирюльник» Дон Пускуали и «Отелло» будут сопровождать приглашенные дирижеры из Италии. Именно дирижер дает тот импульс музыки. Именно благодаря его интеллекту, его мировоззрению, его темпераменту развиваются те или иные события в том или ином спектакле. Завершится фестиваль 2 декабря гала-концертом в программе «Вечера» шедевры мирового вокала. И тут организаторы обещают много сюрпризов. Для тех, кто не сможет пустить фестиваль, наши солисты устроят выездной концерт. 6 декабря в Ядрине, 7-го в Урнарах. Юлия Важенина, Валерий Рязюков, Республика. Игроки хоккейного клуба «Чебоксара» одержали победу в двух играх на домашнем льду над красноярскими «Рысями» в первенстве высшей хоккейной лиги. Первая игра была напряженной. В основное время никто не добился преимущества. Счет был 4-4. И лишь в овертайме Егору Парфенову улыбнулась удача. Клуб «Чебоксара» одержал победу с перевесом в одну шайбу. Во второй игре на двоих соперники наклотили 6 голов. Хотя счет открыли красноярцы и сохраняли преимущество до конца первого периода, чебоксарские хоккеисты до конца второго смогли сравнять счет. А в третьем продемонстрировали превосходство. Матч завершился со счетом 4-2. Этот результат позволил чебоксарам подняться на одну строчку выше в турнирной таблице и замкнуть тройку сильнейших в лиге. 11-й тур первенства ВХЛ завершился, но уже 11-12 ноября хоккейный клуб «Чебоксары» принимает на домашней арене соперников из Алтая. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди еще полезная информация. Я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42-го до 72-го размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно. Выбор очень большой. Вот три модели выбрала. Теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепон. Хоть что. Лишь бы подошло. Ну, я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное, все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова